Всем привет, с вами Рома RCA и сегодня я расскажу, как сделать вот такой вот попфильтр и как сделать вот такой вот микрофон, потому что многие спрашивали именно за эти две вещи. Итак, приступим. Попфильтр сделан из пьялец для вышивания. Это не круги для шитья, это не кольца для шитья, как многие их называли. Это называется пьяльца для вышивания. Продаются они в любом магазине, все для рукоделия, все для шитья и так далее. Стоят они примерно 8-9 гривен. Я купил за 9 гривен. Они были, что, правда, красного цвета. Вот тут, вы можете видеть, немного краска содралась. Они были красного цвета, я покрасил их в черный матовый цвет. Итак, в принципе, их работы. Я думаю, многие знают, но думаю, многие и не видели их. Итак, это внутреннее кольцо, на которое надевается капроновый носочек, кстати. О носочке забыл. Вот такой капроновый носочек вам еще понадобится. Стоит он примерно 1 гривну. Продается, я даже не знаю, где. Я на улице у бабки какой-то купил в Киеве. Ну, теннис тоже же важен. Итак, это внутреннее кольцо, на которое надевается капроновая ткань, которая, собственно, и будет глушить наши все БУПы и так далее. Звуки. И внешнее кольцо, которое это внутреннее кольцо зажимает и держит в себе. Потом это все зажимается. Вот так вот зажимается. Получается вот такой вот ПОП-фильтр. Вставляется он в канцелярскую скрепку, в самую большую канцелярскую скрепку. Я не знаю, как это правильно называется, но я пришел в магазин, сказал, дайте мне большую канцелярскую скрепку. Мне дали вот такую скрепку за 4 гривны, по-моему. Но это было в Киеве, я не знаю, сколько она стоит. В Киеве это в 2 раза больше, наверное. Она вот так вот разжимается. В принципе, ее можно использовать даже для крепления к столу. Сейчас я вот камеру подниму немного. Вот. То есть, это может быть крепление к столу. Вы там можете сюда прикрепить микрофон какой-то, ПОП-фильтр. Там не знаю. Ну, я использую ее как все же крепление моего ПОП-фильтра. Вот так вот они вставляются. И получается вот такой вот ПОП-фильтр. Все это я покрасил в черный цвет матовый, с баллончика. Только один маленький совет. Не надо красить гибкий элемент. Он потом будет облучиваться, и это доставит много неприятностей. Вот уже у меня на столе много краски облучилось. Это довольно нервирует. Ну, и вот так вот это все складывается. И получается вот такой ПОП-фильтр. Ах, да. Ну, к стойке крепится он у меня. У меня он закручивается просто в крепление к стойке, потому что, вот видите, тут есть резьба. Ну, а как вы прикрепите, я уже не знаю. Крепление к стойке делается очень просто. Берется кусок металла, прикручивается к стойке. В нем как-то либо нарезается резьба, либо вставляется гайка какая-то туда, и уже закручивается ПОП-фильтр. В моем случае я просто закрутил туда обычную гайку, в которую закручивается этот ПОП-фильтр. Закручивается, и он вот так вот у меня там стоит. Ну, изогнут. Итак, с ПОП-фильтром мы все разъяснили. Приступим уже к микрофону. Итак, из чего же он состоит? Он состоит из обычной водопроводной трубки. Ранее у меня была трубка взята из амортизатора «Газели», но она была тяжелая, она была какая-то громоздкая, и в общем, в принципе, она непрактичная. Я советую вам взять легкую пластмассовую водопроводную трубку, ну, или же любую трубку, которую вы сможете у себя найти. Это может быть какая-то там алюминиевая трубка, может быть трубка металлическая из какого-то тонкого металла, либо это же может быть просто, блин, разрезанный баллончик обычный, там, «Акс Эффект» или какой-то еще другой дезодорант. Итак, берется обычная трубка, берется обычная трубка, вырезаю, ну, сначала я расчертил это все, чтобы было ровненько, красиво, и обычной, ну, я пилой по металлу это все вырезал. Вы же можете вырезать это все любым инструментом, которым вы вообще сможете. Даже, в принципе, канцелярским ножом это все можно резать, потому что это пластмасса. Ну, я вот вырезал пилой по металлу, потом наждачной бумагой это все зашлифовал, чтобы было меньше всяких там зазорин и так далее. И у меня вот получился вот такой вот корпус, в который можно поместить микрофон от наушников и там всякие преампы, ну, об этом я уже потом. Как вы можете здесь видеть, это обычный микрофон от наушников, и он непрактичен. То есть, его не можно подсоединить сразу к компьютеру, он неудобен в своем использовании, то есть, вы его не можете поставить на стол, вы его не можете там ловко где-то подвесить и так далее. Вот что я вам советую, ну, по поводу этого микрофона, собственно говоря. Вот так вот я вот разместил его внутри. Сюда я вставил обычный разъем XLR. Разъем я взял с обычного микрофона для караоке, который у меня был ранее. Я его, ну, он, соответственно, плохой. Для записи он вообще не подходил. Я его разобрал. Разъем пошел сюда, все остальное пошло на другие вещи. Потом в следующих уроках я расскажу, зачем и для чего. Итак, вот этот сам, как бы, корпус этой штучки, вот этот маленький, он сделан из обычного колпачка от дихлофоса. Ну, это может быть любой колпачок от какого-то дезодоранта, либо другой предмет, который сможет с легкостью вот зайти в микрофон и там разместиться и не выпадать. Это пластилин. Пластилин убирает вибрации, придает немного весу микрофону, и он надежно держит вот этот вот микрофон от наушников. Но самое главное, он убирает вибрации. Итак, он убирает вибрации и не дает проводкам внутри. Вот тут есть проводки, вот спаянные. Он не дает им шататься туда и бегать в разные стороны, что предотвращает там разрывы и шумы во время записи, если там по микрофону в этом стукнете или что-то там, не знаю. Итак, микрофон вставляется внутрь этого корпуса. Сейчас я размещу его поудобнее, чтобы он был покрасивее. У меня плотно тут заходит. вот он размещается внутри корпуса. Вот так вот. Ну, это, блин, я не знаю, я сделал вот так вот. Можно дальше, чтобы он был прям вот так вот. Сеточки, сеточки, у меня сделаны из защитной сетки динамиков магнитофона какого-то старого. Потому что мне было лень идти в магазин и искать обычную сеточку от, ну, к примеру, такую же, как используется на обычных студийных микрофонах. Сеточка у меня вставляется вот так вот просто. Я ее изогнул, никакого тут, никакой обработки тут уже нет. Она, вот, блин, что-то вылезло. Так, все заново. Так. Видите, как вы можете видеть, она встает довольно плотно сюда заходит и размещается вот таким вот образом. Ну, он у меня уже немного поцарапан, потому что тут, как бы, ну, пластмасса, обычная, скрыта краска из баллончика. Ну, в принципе, этого не видно из-за крепления. Ну, это все же таки зависит от аккуратности использования. Я немного неаккуратно поступил в тот момент, и он поцарапался у меня. И сверху вставляется вот такая вот заглушечка из колпачка крышечки от дихлофоса, по-моему, тоже. Она была красная, я ее покрасил в черный матовый цвет. И вот она у меня так вот вставляется. Сейчас покажу. Так вот у меня вставляется и получается, что она разжимает сеточки. То есть, вы видите, она разжимает сеточки внутри и сеточки более плотно прилегают к корпусу. То есть, что делает его тоже более прочным этот микрофон. И вот получается вот такая вот штуковина. Эту штуковину мы можем подключить уже к компьютеру через XLR-разъем. Ну, вам, я думаю, понадобится еще где он тут у меня. Вот он. Ну, там у меня 6,5 вход или выход, я не знаю, как сказать правильно. вам понадобится еще переходник вот такой. Ну, это уже не столь важно. Я думаю, многие будут подключать его просто при помощи какого-то нибудь, какого-нибудь провода и обычного 3,5 разъема, который они снимут от своих же наушников. В следующем уроке я расскажу, как сделать держатель паук антивибрационный для микрофона студийного или вот такого, который вы сделаете сами. Сделан он будет тоже из очень простых материалов, но уже я покажу более подробно, как его делать, то есть, какие инструменты были задействованы в этом, то есть, какие материалы, какие размеры его у меня и как сделать его универсальным. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Ждите следующих уроков. Я думаю, они выйдут где-то на протяжении недели. недели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...